Окей, значит, ну вот это моя последняя книга, у меня еще есть книга, которая на флажке, она на английском языке, она толще, то есть я надеюсь, что я ее в скором времени опубликую. Значит, Великая Змея – это ипостась Матери-Земли, вы можете об этом узнать, опять же, из книги Марии Гимбутас, вот такая толстая книга, значит, которая переведена на русский язык, и там очень много археологических доказательств, когда-то она у меня тоже была. Ну, значит, теперь приведем пример реализации концепции Матери-Земли, как Великой Змеи, мифологии Нгаджу-Даяков, это Южный Калимантан. Значит, Калимантан, если кто не знает, это самый крупный остров Ниндонезии, там есть, значит, Ява, Суматра, а кверху от них Калимантан, или раньше назвали его Барнаут. Значит, и Бали, что знают лучше всех. Бали все знают хорошо, но он гораздо меньше. Значит, и это, соответственно, значит, Ханс Шерер изучал и написал книгу о мифологии, значит, Нагаджу-Даяков. Значит, он, я излагаю его мифу. Я излагаю его мифу. Значит, Священная Земля была дана Первопредкам, Верховным Божеством Демиургом. Он создал ее из остатков Солнца и Луны. Священная Земля Первопредков лежит в первоначальном океане между подземным Джата и небесным Махатала Мирами и располагается на спине гигантской водяной змеи. Она очерчена кругом сформированным телом этой змеи, закусившей собственный хвост. Эта мифическая змея когда-то существовала как первоначальная священная деревня Пату-Ниндан-Таронг. Голова и хвост водяной змеи изображаются на священных рисунках даяков, как элементы мирового дерева. В этой деревне во рту великой змеи жили перволюди, родившие трех сыновей. Один из них, Махараджа Санген, оказался жить в изначальной деревне, а двое других переселились в подземные небесные миры соответственно. Таким образом, вместо изначальной священной деревни теперь существуют обычные деревни, которые называются Пату-Леву, родная деревня, или Данун-Ку, родная река. Название деревни, фигурирующих мифов, Леву-Инджан-Тинганг, это деревня, данная великой змеей. Она также описывается как место, где священные птицы носорог и водяная змея занимались любовью. Истинное место обитания современных людей Пату-Ниндан-Тарон, небесный мир. В земном же мире, в месте, которое дано человеку духовным божеством во времени пользования, он изгостит. После смерти он возвращается в свой истинный дом Пату-Ниндан-Тарон. Даяк любит родную деревню. Для него это самое красивое и большое поселение в мире. Если он временно покидает деревню, то берет с собой охранные снадобья, которые гарантируют ему возвращение. Мир, безопасность и счастье человека могут быть достигнуты только в родной деревне. На спине великой змеи, в окружении ее головы и хвоста только здесь Даяк находится под протекцией Верховного Божества. А теперь мы сравним это с образом Георгия Победоносца, который уничтожает дракона. Это началось еще с Вавилонян и борьбы Мордука против чудовища, якобы Тиамат, то есть против Матери-Земли, которую нужно было разжаловать из Матери-Земли просто обычного водяного монстра. И там какие-то индейцы уже борются против водяных бум. Но в мотыльейных, раннеземледетических, неолитических обществах сохраняется преемственность с мифологией палеолитов. Это можно доказать, и можно купить мою книгу и прочитать об этой книге, в которой первоначальные варианты мифологии сохраняют свою преемственность при переходе к раннему неолиту, к материнейным обществам. И вот это характерный пример, это, соответственно, мать-земли, а богиня, которая сидит на двух леопардах, она же змея. И, допустим, скорее всего, из поселения Чаталхью, значит, зимого тысячелетия. Или Хаджилар. Я сейчас не буду проверять, Хаджилар это или Чаталхью. Короче, покупайте мою книгу, и, соответственно, мне нужно будет готовиться к следующей лекции, то есть прочитать всю базу данных, найти самые интересные мотивы. Я рассказал две истории, возможно, их было три. Сейчас не буду говорить, какая была третья, но две я изложил. Большое спасибо. Спасибо.